Друзья, всем привет! Сегодня сделаем очередную полезную самоделку для мастерской. Для этой штуки нам нужен брусок 40х20, но так как у меня его нет, но есть доска 120х20, то я сделаю брусок из нее. Наношу для этого разметку и вперед на циркулярку. Далее подшлифовал полученные бруски на самодельном шлифовальном станке. Я из тех самодельщиков, которые пользуются своими самоделками. Продолжение следует... После шлифовки делаю разметку для отверстий на брусках. Так как диаметр отверстий я не знаю, возьму для этого китайское ступенчатое сверло и буду сверлить до тех пор, пока визуально не пойму, что достаточно. Кстати, это китайское сверло я купил на алиэкспрессе уже довольно-таки давно, а оно до сих пор мне служит верой и правдой. Хотя я сверлю им все подряд. Может кому понадобится, оставлю ссылку на него в описании под этим видео. Далее предлагаю посмотреть видео и понять, что же я все-таки делаю. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А сделал я вот такие столярные струбцины В одном из своих предыдущих роликов я как-то сделал большие струбцины, или точнее ваймы И часто ими пользуюсь Но вот при попытке сжать несколько, например, фанерок Нужно их прижать сверху, чтобы они топорщились Вот как раз новенькие струбцины я и буду использовать Но если вы подумали, что область применения таких струбцин слишком узкая То это не так Их можно использовать и как обычные струбцины Например, для фиксации заготовок при склейке Да, из-за своей геометрии они смогут зажимать с огромным усилием Но усилий будет вполне достаточно для большинства задач, для которых они созданы Плюс они имеют большую глубину хвата, нежели обычные А на этом на сегодня все Оставьте свои пару слов в комментах по поводу данной самоделки Не забывайте поставить лайк, если видео показалось вам интересным Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео Спасибо за просмотр, желаю всем хорошего настроения и всем пока!